Жидкости на сливом никотине появились на российском вейперынке в середине 2017 года. Новинка вызвала вейперов бурную эмоцию. И такая реакция вполне объяснима. Произведители сливого никотина обещали реалистичные эмоции, как при табакокурении, быстрый эффект накуривания и отсутствие тратхита. Неудивительно, что в первые месяцы продажи жидкости с никотиновыми солями были ошеломительными. Многие хотели испытать на себе бомбический эффект. Но чем сливой отличается от челочного? Сливой не вызывает появление чувства жжения, сильного раздражения из задней части горла. Отмечается довольно оперативную усвоимость организма человека. Кислотность PH, очень близко к человеческой, и чувство насыщения происходит мгновенно. Например, приблизительное значение кислотности обычного 10-11, а у жидкости с солями примерно 6. Таким образом, показатель очень сильно приближен к значению воды. Но у солевого никотина есть и плюсы, и минусы. Они лучше знать заранее, до первой затяжки. Давайте рассмотрим никотиновые соли с ракурса, пользуя вред. Начнем с положительных моментов. Расход жидкости существенно снижен. Так как солевой никотин легче усваивается организмом, поэтому накуривание происходит легче. Моментальное насыщение, которое появляется уже после третьей тяги. Мы очень быстро с солевым никотином утоляем никотиновый голод. Отсутствие негативного воздействия на горло, так как практически не чувствуется жжение, и другие неприятные ощущения, как при табачной затяжке. Но чтобы пропустили шишку, ну, на рынок, абсолютно все добавки проходят тщательное дополнительное очищение в несколько этапов. И самое такое, последнее, огромный ассортимент продукции. Ты можешь выбрать все на свой вкус. Но не может быть все так ладко. Переходим к минусам. Первый минус. Может повышаться давление достаточно резко. Так что гипертоникам, детям до 18 лет и беременным женщинам не рекомендуется употребление солевого никотина. Но нередко отмечается учащенное сердцебиение. И происходит затруднение дыхательного процесса, так как глицерин спарился на ваших легких остались остатки. Поэтому первые минуты будет не очень так легко дышать. Теперь поговорим о различиях жидкостей с солевым никотином и табаком. Табак мгновенно вызывает привыкание. В табачном дыму огромное содержание алкалоидов, смолы, клея, множества других вредных веществ, которыми сигареты полностью пропитываются. В вейпинге алкалоид и синтетики проходят тщательную очистку, которая состоит из нескольких этапов, не подвергается горению, а только испаряется. И в легкие вейпер эта кремообразная по всей своей текстуре жидкость проходит в неизменном виде. В сигаретах имеется больше различных примесей, но они мгновенно усваиваются и выводятся. Так же и в шишках. Курение сигаретельное оказывает воздействие на функционирование головного мозга. А солевой никотин вызывает накуривание быстрее и еще в более легкой форме. При табаку курения конкретно портится дыхательность темы, а при вейпинге нет. Табак способен перебивать аппетит, а жидкости высылают жажду. Чувство жажды желательно сразу же утолить, выпив стакан чистой воды, а в ней с выпитой водой организм за более кроткий промежуток времени сможет избавиться от всех вредных веществ. Да и вейперам легче перейти на нулевые жижки, чем тем, кто курит сигареты, перейти на те же нулевки. Я, кстати, про жижку говорю, типа в вейпинге. Мы идем в такой вывод. Вред солевого никотина для сердца. Сам по себе солевой никотин безопасен. Он не обладает токсичностью, не вызывает рак, не вредит тканям и не убивает клетки. Поэтому, люди, не курите, не парите, просто живите здоровым образом жизни. Всем пока.